О своей другой жизни Семёнченко предпочитает не рассказывать. На сайте движения «Самопомич», от которого Семёнченко баллотируется в депутаты Верховной Рады, можно узнать, что он родился в Севастополе и там же закончил военно-морское училище Нахимова. А затем в 6 лет проработал главой исполкома народного движения за социально-экономическое возрождение. На этом заканчивается официальная карьера Семёнченко. Что делал он с 2004 года до весны этого, известно мало. На самом деле Семёнченко звали Константин Гришин. Ему было уже за 30, когда он решил в корне поменять жизнь и поехать в Москву, учиться на режиссёра. О том, что он заканчивал в ГИК, Семёнченко говорил сам. Гришина помнит и его преподаватель. Я могу сказать так, он сидел всё время передо мной, и если, скажем, я перегораживал, кто-то садился, плюхнулся перед ним, он всё время сдвигался. И в этом смысле он был идеальный, у многих педагогов есть такой идеальный ученик, он тебя всё время слушает. Он писал, он много писал, у него были какие-то графоманские там истории. Сейчас Семён Семёнченко уже официальное имя, он даже изменил документы. Но менять имена он начал ещё, когда занимался бизнесом. Своим сотрудником Константин представлялся как Андрей Семёнович, но окончательные перемены в образе у него произошли в марте. Как Семёнченко он уже представлялся активистом самообороны Донецка, организовывавшим митинг в защиту Донбасса от сепаратистов. Об этом рассказывает Артём Фурманюк, который после митинга стал сторониться Семёнченко. А его нам привёл человек от самообороны Майдана, от Киевской, который сейчас тоже его противник полный. Да, он представил его нам. В итоге он там ни копейки на это всё не выделил. Единственное, он выделил пару предварительных встреч. Он приезжал с самого первого дня, говорил, ребята, вы будете спать в спортзале, там какой-то там не спортзал или там какой-то курятник. На матах будете на грязной спать, в облезлые стены. И я вас буду фотографировать, потому что мне важно показать эти облезлые стены, чтобы люди мне начали пересылать деньги. Мы мотались по бизнесменам, по местным, по каким-то фермерам, по каким-то представителям администрации. Это только их заслуга. О том, что нам доволи казармы, нам доволи там какие-то подушки делать. Оттуда, от Семёна, мы получали буквально какие-то копейки на хлеб. Были дни, когда у нас не было хлеба. Однако разошёлся Семёнченко и со старыми бойцами. Сергей Ерёмин не нашёл общего языка с командиром. В вопросах тактики и едва не лишился жизни. После этого два раза меня чуть не ликвидировали, один раз вообще круто. Я получил контузию, еле-еле выжил. То есть, и поэтому... Его сепаратисты вы имеете? Да, ну как? Нет, давайте без комментариев. Сепаратисты это одно. А когда в кругу друзей ты выясняешь, что есть у тебя ещё враги, которые не просто тебе сказать что-то, а попытаются тебя стереть. Семёнченко, если имеет какое-то военное образование, то оно абсолютно стоит в стороне проведения организации операций, командования операций, ну и, собственно, руководство операциями в бою как командира, как человека, к которому, скажем так, потянулись все патриотически настроенные люди, которые пришли защищать Украину. Только на одном счету в приватбанке, который открыт на его жену, который открыт на его жену, по состоянию на 12 или 13 мая всего года находился миллион шестьсот тысяч гривен. А кроме этого, там была ещё масса электронных счетов. У меня вопрос. Я, конечно, понимаю, что деньги идут вроде бы как на благое дело. А когда будет отчёт о финансовой деятельности? 14 сентября в Киевской области пропал без вести заместитель штаба батальона Александр Калашник. Выехал из части на машине и пропал в нескольких сотнях километров от зоны АТО. По словам подруги пропавшего, Калашник пытался расследовать финансовую деятельность батальона. А вы напрямую к Семенчику не обращались? Нет. Напрямую к Семенчику не обращались? Просто что мы с ним общались? Только что обращались, и что он говорит? Он говорит, что Саша предатель, и говорить о нём даже не хочет. Вот это были фрагменты из материала, которые подготовили российские коллеги с телеканала «Дождь». Я так понимаю, что у нас здесь есть, где-то у меня за спиной, Вячеслав Ласенко. Вот вы же заместитель командира. Вячеслав, выходите, пристаньте. Выходите сюда, воспользуйтесь моим скобом. Просто я вам подержу микрофон. Вы можете подтвердить или опровергнуть этот рассказ? Ну, во-первых, для того, чтобы быть защитником нашей Родины и патриотом, по-моему, нету разницы, что заканчивать, там, в ГИК, иметь военное образование или не иметь его. Семён Семенченко продемонстрировал свои организационные способности. Собрал батальон, организовал, выучил, скажем так, отдел обул, заручился поддержкой украинского народа. Потому что батальон теперь практически полностью пользуется поддержкой и украинского народа. А то, что там перед выборами пытаются разыграть какую-то карту этого человека, я считаю, что это неправильно. Понятно, что, как мы видели в первых сюжетах, намного проще стоять возле Верховной Рады и воевать здесь, в Киеве. Там, намного сложнее, там, в зоне АТО, в том числе и под Иловайском. Батальон показал свою способность воевать, а Семён Семенченко к этому приложил непосредственно свою руку, свою энергию, своё здоровье, свои нервы. То есть вы не согласны с теми оценками, которые прозвучали в этом материале? Знаете, сейчас очень много людей появляется на телевидении, которые высказывают своё мнение, анализируют, проводят какие-то параллели. Большинство из них не было не то, что в АТО, а даже близко возле тех мест, о которых сейчас говорит вся Украина. То есть они продемонстрировали в основном малодушие, а теперь пытаются подыгрывать и российским спецслужбам, и всяким провокаторам. Извините, а Семен Семенченко получал и знал о данных, которые ему предоставила разведка, военная разведка, о том, что в течение четырёх месяцев Иловайск заливали бетоном. Четыре месяца. Завод работал на полную мощность для того, чтобы выстраивать укрепрайон. А у добровольческих батальонов, кроме стрелкового оружия, ничего не было. Он знал об этом и повёл свой батальон? У меня к вам вопрос. Вы видели, как там что заливали? Вот я там был, вы там были? Есть данные разведки, которые были озвучены. В течение двух недель я проводил, планировал и проводил там боевые операции. Любые боевые операции, которые мы планировали, они достигали успеха. Да, конечно. Если бы мы получили более поддержку со стороны Национальной гвардии, Збройных сил Украины, мы бы полностью очистили и продолжали, отвлекусь немного. Мы туда вошли согласно плана, совместно с вооруженными силами Украины, зачистить Иловайск, обеспечить там нормальную жизнь, восстановить украинскую власть, дальше продвигаться на север, с северо-восток, в сторону Харциска. И в конечном итоге совместно с теми войсками, которые двигались нам с севера навстречу, замкнуть кольцо вокруг Донецка.